Здравствуйте! Вы отец на Отецином канале, и мы русско-американская семья. Я вам все покажу, как вы подготовились к школе. В какой класс ты идешь в этом году? Второй. Ух ты, большая. Ну давай, показывай. Что самое главное у тебя тут есть? Мы каждое лето находимся в Москве, и у нас такая традиция, что мы всегда покупаем один подфель кота. Покажи, Пожар Спортфель, почему ты его в этом году выбрал? Почему именно такой? Потому что мне очень нравится аниме. Аниме, круто. Ну давай, что там внутри, какой он показывает? Ну, нет ничего пока внутри. Ну, внутри какие есть отделения, чтобы мы посмотрели примерно? У меня есть два отделения. Здесь большое отделение. Ух ты, там еще что такое фиолетовое внутри? Сумочка? Нет, вот это кошелечек. Кошелечек такой же. Это для денег вообще-то, но я конфетки сюда положила. Классно, красиво. И еще у меня есть здесь расписание такое. О, расписание, даже уроков. Круто. По-русски написано? Да. Получается русский портфель. Угу, классно. И еще у меня есть вот это отделение, которое такое. Угу. Оно большое, но здесь... Большое, вместительное, две части. Сюда можно бутылку, например, поставить. Угу. И сюда можно чатятки какие-нибудь. И сюда ланчбокс, наверное. Так, что еще важное для школы нужно, американское? Ланчбокс. Ланчбокс, да. Что у тебя интересного насчет ланчбокса в этом году? Мне очень нравится, что он... И его можно нести, вот, на плече, и... Его не с рукой можно нести просто, а еще можно просто повесить на себя. Отлично. А что написано-то на ланчбоксе? Здесь написано американское С и София. Да, потому что в этом году мы первый раз попробовали сделать ланчбоксы с инициалами. Мы просто на Амазоне заказали такие ланчбоксы. Ссылка будет под этим видео на этот сайт, где можно это все заказать. И оказалось, что очень симпатичный ланчбокс вышел. Просто замечательный, вместительный, так что мы довольны. Можно я внутри? Давай, посмотрим, какой он внутри. У меня здесь есть такое отделение для вилки и для ложки. Салфетку можно положить, да? А здесь у меня один. Отлично, замечательно. Что еще нужно в американскую школу носить, чтобы с собой было? Столпить это бутылка. Правильно, давай, показывай бутылку. Очень красивая. В общем, у меня Стэнли такая, но она не прям что-то такая стильная, но большая. Да, в этом году мы решили Софии новую бутылочку подарить фирмой Стэнли, которая очень популярна здесь. И мы заказали на сайте, потому что это прям новая коллекция, сделанная с такими цветочками романтической. Очень красивая упаковка. Вот такие цветочки. Да, очень мило получилось. Бутылочка небольшая, компактная, но для школы подойдет, потому что можно внутрь и всегда в школе водичку доливать. Классно. А у меня написано и бантик. Ой, бантик. В общем, у Софии в этот раз все в фиолетовом цвете. Очень здорово. Мне нравится, я не думаю, розовый. Давай, покажем следующее остатки. А теперь я вам покажу мой пенал, мой альбом. Я же рисовала. Мне очень нравится эта картинка, потому что она такая, как... Да, интересно, что мы сначала купили в одном магазине этот портфель красивый, бабушка с дедушкой купили Софии. А потом в Читай-городе мы отдельно купили уже этот альбом и пенал. И поняли, что это все на фирма, и все это с той же самой девочкой. Вообще классно. Мне просто беленький. А пенал показывай, какой? У меня есть вещи, значит, мне очень нравится этот пенал. Они, конечно же, не подходят, но они все равно фиолетовенькие. Круто. Очень классно. Отлично, да. У меня сердечко есть. Очень здорово. У меня есть ножнички здесь. У-у-у, там у тебя много всего. А это что такое интересное? Ух ты, помадки. Ну, понятно, девочка. Девочка. У меня еще есть дневничок, сейчас у меня в печерочке еду. А кто у тебя оценочки ставит дневничок? У меня. Нет, ну дома кто? Маму ставит. Мама и няня ставят оценочки. Потому что в Америке нет как такового прям физически реального дневника, естественно. Все электронно. Но дома, когда мы занимаемся, делаем уроки, мы периодически как будто бы ставим оценки, чтобы, ну, прилично понимать. Ты мне оценку ставила когда-то? Ну, ставила, и сейчас начнется учеба, опять будем ставить оценки. Так, ради меня. У меня было в окночке еще показалось. Угу. Еще есть такой, ну, это в клеточке с ручкой. Вот так. А мне сейчас я нарисала. О, тут примеры решала. Молодец. Так, это в клеточку, понятно. Так. Угу. И еще у меня есть вот такой блокнот с разными цветами, на которых можно рисовать. Ммм, классно. Такая часть мы купили на carouselbooks.com. Мы заказываем на этом сайте. Если вот вы живете не в России, но учите русский язык, то вот этот сайт в Канаде очень хороший. Он нам позволяет много тетрадок заказать, чтобы меньше привозить из Москвы и меньше багажа было. Так что здесь большинство тетрадей учебников, заказанных на сайте carouselbooks.com. Что еще покажешь? А, мои наряды. Значит, у меня есть вот эта розовенькая кофточка, которая, ну, с последнего года, но она все равно подходит на мои розовки. А, это в прошлом году мы покупали, да? А, отлично. И вот эта в прошлом. Да, да, точно. Красивая жилеточка. Очень круто, да. Это можно пойти в школу. У меня есть три лупочки. У меня есть одна вот такая в повосочке. Угу. У меня есть вот такая розовенькая с трестяшками и синенькая с трестяшками. Отлично, да, красиво. Это все очень красиво. И такого, конечно, в Америке особо не продают. Так. Еще у меня есть две единочки с одной корточкой. Все такой беленький. Мне очень нравится. Здесь воротничок и вот эта воротничка. Снимается воротничок этот или он снимается воротничок? Ага. Еще у меня есть вот эта розовенькая кофточка, которая мне очень нравится. По-моему, она у меня была в прошлый год, но я не знаю, где она. Нет, это такая беленькая была. Это новая. А-а-а. По-моему. Да, была такая беленькая у тебя в прошлом году, а для этого года розовенькая. Ну, ты хоть оденешь это все в школу американскую, да? Хоть разочек или два. Очень красиво. Здравствуйте, дорогие зрители. С вами Антошка Картошка. Будет сейчас вам рассказывать на видео от Олеси Винклин, что мне пригодится для Нового года. Я сейчас пойду в четвертый класс. У меня вот все эти штучки-дрючки для моего четвертого класса. И сначала у меня моя новая бутылка из магазина Маршалс. Она очень удобная такая, приличная, большая. Да, очень большая бутылка. Мне очень удобно пить. Да, в общем, у меня эта бутылка отлично. Ну, сначала ты для школы что подобрал? Начал ты с чего подготовку к сезону? Сначала подобрал портфель, правильно? Да, сначала портфель. Ну, давай, показывай портфель. Ну, вот мой портфель в стиле Трансформерс. Да, в стиле Трансформерс. Крутой. Где ты купил портфель? Я его купил в Солнечногорске, в Московской области, в детском мире. В Локальном. Вот тут карманчик есть. Тут все очень удобно. И тут тоже большой карманчик. Хорошо. Основное отделение. Показывай основное отделение, чтобы посмотреть. И вот у меня тут Феррари. Я очень люблю машины, и у меня тут Феррари. О, ну круто. Да. Брелочек у тебя там, да. И вот это основное отделение вот тут. И тут мои учебники. О, там у тебя уже книжки внутри? Отлично. Поэтому мой первый учебник, это будет русский язык, часть 1-4 класса. А как ты так? Учишься в американской школе, а зачем тебе русские учебники? Потому что я Белин. Я занималась с моей няней, или с моей мамой. Каждый год приезжаем в Москву и в Московскую область, там на дачу и на квартиру. И там мы всегда покупаем учебники в Москве. А другие учебники, которые там мы не успели купить, мы покупаем на сайте Коруслеболтс из Канады. Которые там все русские книжки и даже украинские и французские есть. В общем, тут у меня целая пачка всех учебников из Москвы и из Коруслеболтс для моей русской программы, которую я веду в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. Молодец, молодец. Далеко пойдешь. После этого теперь у нас просто книжки, которые мне купили из Коруслеболтс. И из Москвы, из Московской области вот этим летом. Первое, это я очень много читал, обожаю Чехова. Это «Костанка рассказы» Антон Чехов. Серия, яркая ленточка, в отличном переплюете. Все, отличный, отличный текст такой. Немножечко древний, но большой текст. И Чехов, конечно, вы понимаете, это отличный просто. И потом у нас тоже Чехов, только другие рассказы. Есть еще и другие. Там тут все детские, а тут есть постарше. Тут своя чиновника, толстые и тонкие, хамелеон, лошадиная фамилия, доска, тайный совет, тайный советник, студент, студент, палата номер 6. Ну, отличный рассказ. Человек-футлярец, дама-собачка. Это классика, круто. Теперь это по-английскому. Это я должен был вот эту, потому что я ее сейчас читаю. Это по-английскому «Скотный двор» Джорджия Орвелла. Я знала, что это нажаренная. Вы думаете, что это очень рано для меня? Ну нет, это совсем просто для меня, потому что я отлично читаю. Это, конечно, в ЛГУ читают, в факультете журналистики на лето даже преподают. Ну, я уже это читаю. Вот какой я умный. И скромный, конечно. Ты очень скромный, да. В кавычках. Да. И еще у меня хрестомати для внеклассного чтения. Четвертый класс. Я всегда покупаю в этой серии все мои хрестомати. Прям все. У меня первый, второй, третий, нет, третий другой. Ну, первый, второй, четвертый, получается, да. Тут отлично. Тут тоже Куприн, Лисков, Божев, Чехов, Крифин, Астафьев, Полстовский, Скребицкий, Садник, Андерсен, Гауф, Риджард Киплинг. Да. Круто. Хорошо. У меня еще одна американская, Рэй Брэдбери, Фаренгейт, 451, это тоже сайенс-фикшен, это как фантастика, такая американская фантастика у него, тоже полно книжек, дзвено из-за дуванчиков, марсианские хроники. Это одна из них, и это тоже отличная книжка, я только что ее начал читать, и вчера делал из библиотеки нашей локальной. И потом, это я тоже сейчас читаю, отличная книжка, Араил Стивенсон, Роберт Льюн Стивенсон, Остров Сокровищ. Тоже сейчас читаю. Я на 12-й главе сейчас, я предпочитаю вам это прочитать, если в детстве это не дочитали или вообще не прочитали, поэтому это отличная книжка, советую вам ее прочитать, пожалуйста, если не читали. Так, а что у тебя там еще лежит, ланчбокс ты не показал? Давай показывай. Да, ланчбокс. Что такое ланчбокс, рассказывай. Ланчбокс, это фирма, ну это из Амазона, это типа можно подобрать себе имя на ланчбокс, это недавно. Да, в этот раз на Амазоне вот мы впервые заказали, решили с инициалом сделать ланчбоксы, и получилось классно, всем понравилось. Можно выбрать цвет, шрифт, что там написать, и есть ручка маленькая, длинная, то есть получилось очень классно. Опять же, если вам понравилось, то ссылки к видео посмотрите и закажите себе через наш магазин. Какие у тебя ожидания по четвертому классу, что ты можешь пожелать вот всем детям, и русским, и американским, которые в школу пойдут? С каким настроением вот начать учебный год новый? Ну, я как бы не очень хочу в четвертый класс, я хочу в пятый, шестой, я уже кинейджером хочу стать, я не хочу уже быть младенцем, как я был сто лет назад, и все равно младенец, я не хочу быть младенцем, я уже хочу скорее быть при кином, или просто кинейджером, или вообще ВИБА! ВИБА!